И всем привет, с вами Антромер. На этой неделе Rockstar нам добавили различные выплаты, с помощью которых мы с вами можем заработать. Эти выплаты у нас в основном завязаны на какой-либо деятельности в казино. И сегодня в ролике мы с вами поговорим о том, как просто и без напряга заработать денег на этой неделе, используя возможности, которые нам дают Rockstar. Ну или же по-русски говоря, бонусы. Ну а перед началом моего, так сказать, вещания, поговорим немного о спонсоре. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу Кфасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей, будь то PlayStation 4, 5 и Xbox Series XS. В общем, ссылочку на группу я оставил в описании под этим видео. И первое, что нам обещает Rockstar на этой неделе, это двойные выплаты на задания Агаты Бейкера. Начать их можно, позвонив ей в телефоне. Эти задания максимально простенькие и отнимают от силы 2 минуты вашего времени. Мне попалось задание, где нужно было приехать в определённую точку и перебить там определённую банду. Делается это, конечно, всё без какого-либо напряга. После, так сказать, истребления банды, нужно было уничтожить аппаратуру, которая производила поддельные фишки. Конечно, это всё дело мы с вами уничтожаем и быстренько покидаем сектор, за что получаем шедевровыплату в виде 16 тысяч долларов игровой валюты. Не, ну а что вы, собственно, хотели за минутное прохождение? Видимо, так думали Rockstar, делая аж двойную выплату на эти задания. Вроде бы это всё звучит грозно, а на деле это дерьмо полное. Но фишка этих заданий на этой неделе не в этом. Для полного прикола нам нужно выполнить ещё парочку этих же самых заданий. Но на это всё дело у нас, конечно же, действует КД, поэтому мы идём заниматься чем-нибудь другим. Например, идём выполнять контракт. Тут это всё дело, благо, тоже делается максимально просто. Так как я взял контракт на возврат ценностей, соответственно, какую-то ценность надо нам и вернуть. В данном случае мы приезжаем в какую-то точку. Перебиваем всех, находим сейф и находим код от этого же самого сейфа. Опять попутно всех гасим, затем открываем сейф и забираем ценность. Доставляем это всё дело в агентство и за что получаем шедевровыплату в виде 52 тысяч долларов игровой валюты. Опять же, буквально за 5-минутное задание. Возвращаемся к Агати Бейкер и берём ещё одно задание. В данном случае мне нужно было устранить Чела, который украл там определённое количество фишек. Но, к счастью, мне в это всё дело вмешиваться не пришлось, Чел сам разложился поезд. Забираем портфель с украденными фишками, отрываемся от полиции, после чего отвозим это всё дело в казино. И за выполнение этого задания я получил 18 тысяч долларов игровой валюты. И как я понял, на каждом задании от Агаты выплата будет разная. Итого, в общей сложности за 10 минут своей игры я заработал около 100 тысяч долларов игровой валюты. При этом вообще никак по факту не заморачиваясь. Затем у меня неожиданно произошёл тот прикол, ради чего вообще выполнялись эти задания. Мне засчитали еженедельное испытание, где нужно выполнить 3 задания Агаты Бейкер на этой неделе, за что вы получите 100 тысяч долларов игровой валюты и определённое количество ИРП. Но мне это почему-то засчитали за 2 задания. Не знаю, какой-то пранк какашки от Кокстар. Но всё равно спасибо за стука. Точно так же мне дали стука за ачивку по выполнению задания от Агаты. Затем мы с вами идём в офис и запускаем задание по экспорту разнородного товара. Забираем фуру и везём её в доки. Ведь по сути всё, что вам нужно делать на этом задании, это просто ехать. Иногда может попасться задание, где нужно отрываться от копов, но это не так уж и сложно. Сливаем фуру на жёлтый маркер и ещё сверху мы с вами получаем 50 тысяч долларов игровой валюты. Итого в общей сумме за 15 минут игры мне получилось заработать чуть больше 300 тысяч долларов игровой валюты. Но это ещё не всё. У нас же есть ещё сюжетные задания казино, на которые, кстати, Rockstar тоже обещает двойные выплаты. Выполняем первое задание пропавший чен, разработчики в локализации пропустили одну букву L. Приезжаем в заброшенный мотель в Сэнди Шорс и перестреливаемся там с байкерами. После того, как пыл этих же самых байкеров чуть-чуть угаснет, идём с вами искать этого же самого чена. Попутно также отстреливая байкеров. Этот же самый чен спавнится в абсолютно рандомной точке отеля. Поэтому мы с вами просто бегаем по этим коридорам и ищем иностранного специалиста. Находим его и появляется новая волна байкеров, которую тоже придётся немножечко так отбить. Затем эвакуируем чена первым попавшимся транспортом и везём его в казино. Попутно также отстреливая байкеров. Доставляем лапшичник, за что мы с вами получаем шедевро выплату в 33 тысячи долларов игровой валюты. Да, вот это, конечно, у Rockstar щедрость, прям щедрость. Никогда не ведитесь на двойные выплаты на задания от Rockstar. Вам просто порвут жопу и впихнут копейку. Итого, в общей сложности за полчаса игры мне удалось заработать около 350 тысяч долларов игровой валюты, используя шедевро выплаты от Rockstar. Это ещё учитывая различные еженедельные испытания и так далее. Грамотно на этой неделе заработать, используя бонусы от Rockstar, можно, но только если подключать сюда фантазию, причём очень так хорошо. Но одно я могу сказать точно, Rockstar очень жёстко так врут с двойными выплатами на задания. Ну а на этом всё, огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Пиши в комментариях, что ты вообще думаешь по этой всей теме, мне будет интересно почитать, ведь все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки, в том числе и на наш телеграм-канал, ты, как всегда, можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Ну а если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok